Всем привет! Мы на канале РБ Хоккей, с вами программа «Пятерка Гемаева». И поговорим о следующих важных для меня новостях, которые прошли за прошлую неделю. На пятом месте у меня будет «Красная армия» – команда МХЛ. Команда, которая установила рекорд молодежно-хоккейной лиги, одержав 23 победы подряд. Что для меня особенно значимо, то, что главным тренером является Ренат Хасанов. Это воспитанник моего папы ЦСКА 1972 года рождения. Я с Ренатом играл еще в Суперлигии в команде Сибирь-Новосибирска. Что хотелось бы пожелать, чтобы из этой команды выросли новые, как мы помним, в «Красной армии» играла пятерка кучеров, гусев, прохоркин. И в защите у них были Марченко и Ожиганов. Ребята выиграли тогда кубок Харламова. И сейчас ребята – кто-то звезды НХЛ, кто-то звезды континентальной хоккейной лиги. И я надеюсь, что из этой команды мы увидим таких же ребят, как и были в той команде чемпионской. На четвертом месте в моей программе будет назначение Олега Знарка в тренерский штаб молодежной сборной. Как мы знаем, недавно он дал интервью. Их тандем теперь с Сергеем Зубовым выглядит особенно интересно. Я сам принимал участие в молодежи чемпионате мира. И если бы у меня в тренерском штабе был бы Олег Знарок, это, конечно, очень-очень круто. И тем более мы знаем, какой Знарок мотиватор. И команда в этом году подобралась просто отличная. И огромные надежды у нас есть для того, чтобы завоевать золотые медали на молодежь чемпионате мира. Так что это событие не может остаться незамеченным. У меня еще один вопрос в догонку. Вы привыкли за последние годы работать с профессиональными командами, со взрослыми хоккеистами. А это есть профессиональная команда. Это есть профессиональные. Они профессионалы. Они уже давно профессионалы. Это есть профессиональная команда. Они просто немножко возрастом моложе. Но они, поверь мне, они очень прекрасные ребята. На самом деле собрали здесь. Собрали лучших игроков. Вот. Мы уже провели собрание. Они знают, где они находятся, зачем они здесь находятся, куда они едут. Они все это прекрасно понимают. И на них лежит большая ответственность. Как на них, так и на нас. Нам нужно в первую очередь справиться с этой ответственностью. Я думаю, что создадим хороший коллектив. И пойдем в бой. На третьем месте поговорим о нападающем Эвандере Кейне и нападающем команды Сан-Хосе Шаркс. Его отправили в фарм-клуб. Команда хочет от него избавиться. Скауты шести клубов приехали за ним смотреть. Эвандер Кейн игру провалил. Не набрал очков. Его команда уступила со счетом 1-5. Почему я о нем заговорил? О том, что его сватают также в континентальную хоккейную лигу. Мы знаем, что скоро дедлайн. И он может оказаться у нас. Что я могу про него сказать? Как игрок он достаточно неплохо выглядел в Сан-Хосе. Но мы знаем у него проблемы личного характера. В плане, что даже игроки Сан-Хосе заявили, что не хотят, чтобы играть с ним в одной команде. Также про Эвандера Кейна я слышал и от других ребят. Прежде всего от российских, когда он играл в Атланте Трэшерса и в других клубах. О нем хорошо не отзывается. Именно как о человеке говорят в негативном контексте. Говорят, что человек скользкий и человек абсолютно некомандный. Так что, наверное, руководителям наших клубов надо задуматься о том, а нужен ли такой игрок в командах континентальной хоккейной лиги. Так что, надеюсь, что его у нас в лиге не окажется. На втором месте возвращение Анатолия Голышева в автомобилист. Мы знаем, что летом уехал Анатолий покорять Национальную хоккейную лигу. Подписал контракт с Нью-Йорк Айлендерс. Здорово выглядел в тренировочном лагере. Но так ни одной игры островитяне Анатолию сыграть и не дали. Мы знаем, что он играл в фармклубе. Достаточно неплохо. Но вот даже несмотря на то, что у Нью-Йорк Айлендерса было много травмированных, все равно Анатолий свой шанс не получил. И вот он возвращается в родной для себя клуб «Автомобилист». Конечно, для нашей лиги, для континентальной хоккейной лиги, для «Автомобилиста» это возвращение отлично, потому что возвращается игрок высокого уровня. Но также мы наблюдаем то, что не у всех игроков получается закрепиться в Национальной хоккейной лиге. И то, что тебе дают обещание, это ничего не значит. Мы знаем, что Нью-Йорк обещал, как говорит Анатолий в своем интервью, обещал дать шанс, дать сыграть, но так и этот шанс он не получил. А для нашей лиги это действительно усиление. На первом месте в моей программе будет Яков Тренин, который дайл бой гиганту из знаменитой хоккейной лиги с Дэну Харри. Да, может быть, по очкам он проиграл, но, по крайней мере, он показал, что у него стальной характер. Это уже не первый бой между этими игроками. Я напомню еще раз, что Сдэна достаточно серьезно превышает и в росте, и в массе Тренина. Но мы знаем, что Яков дал бой еще раз. И что хотелось бы отметить, что в этой же игре, после полученных травм, Яков вернулся и забросил важную шайбу. Его команда победила. И в следующей встрече также Тренин забросил шайбу и заслуживает похвал не только с моей стороны. Также мы знаем, что Роман Йоси, одноклубник Якова, отметил, какой прогресс у Тренина в этом сезоне. И, конечно, сейчас набирает свои, можно сказать, очки в том плане, чтобы попасть на Олимпийские игры в Пекин. И такие игроки, как и Тренин, конечно, любую команду усилят. И поэтому надеюсь, что мы увидим Якова в Пекине. Это была еженедельная программа «Пятерка Гемаева». Подписывайтесь на канал РБ Хоккей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова